Александр сейчас будет делать вторую прививку. Посмотрим, как будет себя чувствовать. Александр у нас на повторную прививку пришел. Заполняет. Мы думали, что повторно не нужно заполнять бланк. Все равно нужно. Но я уже сегодня с ним не пойду за шторку. Доверим все-таки его в руки медицинских работников. Думаю, все будет хорошо и принесет он прививку хорошо, так как первая прививка замечательно прошла. Никаких болей в руке, ни температуры, ничего не было. Но посмотрим. А потом уже приду на прививку я вместе с вами. Здесь вот вакцинация от COVID-19. Бесплатно, слава богу, что бесплатно. Вы представляете, было бы платно. И режим работает. А в торговом центре у нас идет Триумф. Нет, Форум. Форум. Я их постоянно путаю. Триумф и Форум. Форум. Кстати, сегодня вообще очереди нет. Все сделали, наверное. Меряют Александру давление. Спрашивают о самочувствии. Читай город. Леонардо. Читай город. Очень много литературы различной. Но народу нет никого практически. Потому что сейчас все чтение идет в электронном виде. А вот в Леонардо. В Леонардо очень много народу. Рукодельницы. Очень много желающих что-то сделать своими руками. Все, Александр пошел. Мы доверяем тебе. Руки. Медицинского работника. Первый раз я более как-то переживала за него. Как пройдет все. Все, ручки ему дезинфицируют. Что? Сидит. Ага, хорошо. Переживает. Но первый он прямо перебивку жутко переживал. Но то же самое и я буду переживать. Господи, девочки, это я самоуспокойствие так. А переживать будут, конечно, потому что это наше здоровье. И мы переживаем не только за здоровье своих близких, но и за свое собственное здоровье. Правильно же? Все. Придворюшка. Может, присядешь? Да, конечно. Как себя чувствуется? В глазах помуднело. Да, прям. Тошнит. Да, прям. Будем вместе с вами наблюдать за его период вакцинации. Ну, хочу сказать, пожалуйста, на меня камеру. В этот раз вкололи больше препаратов. Но мне так показалось. В прошлый раз прям чуть-чуть вводили, а в этот раз аж полный шприц. Не пожалели, нам для Александра ничего не жалко. Это покорное. Все, вот такая справочка. Понятно. Так, все, хватит сидеть. Пошли. Расселся. Что, здоровье? Да. Я еду. Кстати, нет, вот в кафе, в котором мы с вами заходили, там детская есть площадка, там рыбки, там для рисования. Все, народу очень много сегодня, очень много. Ну, можно, ниже можно уже. Соки, соки, соки. Полезные для здоровья. Еще цветочки, лепесточки у нас цветут. Петунья. Несмотря на то, что сентябрь сейчас, я не знаю, вот эти тут цветочки. Красивые. Как кленовые листья. И, смотрю, здесь распространены вот эти вот цветы. Пятнистые такие. Но красивые. Все цветет, еще цветет. Увидела стенд с кофем. Был 270. Сейчас 199 рублей. Натуральный бразильский кофе. 200 рублей сейчас. Это хорошая цена. И увидела еще вот такой вот сиропчик. Смотрите. Здесь литр. Соленая карамель. Есть вишня. Допустим, вот торты пропитывается. Или пирожное, или в мороженое. Ну, в десерты. А также у нас еще идет и клубничный. Ну, и здесь всякие сладости. Мне понравилось очень. Ну, я сладости сейчас не ем. Лукум. Вишня с фундуком. В упаковке. 219. И у нас хавва идет. С фисашками и фундуком, и какао. Прям, знаете, слюнки аж потекли. Шармель. Тоже зефир люблю. Но тоже по скидке сейчас. Такой вот. Но. Мимо. Камильфо орехосорти. Я просто смотрю, если вот так вот в гости к девчонкам пойду, что-нибудь с собой взять. Россия щедрая душа. Это у нас золотая марка. 119, а был 217. Так что, имеется в виду, есть вот такие вот вкусности. В Ашане батончик молочный. Мне кажется, бесполезная вещь. Так, и здесь у нас дары природы. Фисташки. Фисташки просто прелесть. И что, самая лучшая вещь, это, знаете, кто любит семечки, вот рядышки купить. И все. Гренки с хрустом. Ну, вкусно, конечно. Вкусно все это. Хотя не полезно. А кто говорит, что вкусно, должно быть полезно. Мне нужно молоко. Молоко. Два сплавок. Наверное, три. Сейчас посмотрим, до какого. Так, ага, вот это возьму. Здесь есть творожок по 37 рублей. Очень вкусный. Но я творожки как-то не очень люблю. Да, но он, кстати, 56, тоже вкусный. Ну, не люблю. Я как-то в свое время переела их. И не хочу. Часто очень кушала. Колбаска. Вот у нас вязанка. Меня спрашивали вязанка, в какую цену у вас вязанка. У нас 229 рублей за упаковочку. Я в магните. Так, и мне понравился вот этот сыр. Я его покупала. Он очень-очень вкусный. Но он такой, знаете, не сильно соленый. Очень вкусный. Брынза. Ну, брынза, конечно, она подсоленная. Я люблю подсоленное. Яйцо у нас. Яйцо у нас. Цена 52, 53 и 41,75. Вот цена. 41 вот такое яйцо. Прям крупное. Но здесь разбитое. У меня есть яйца. Пришла я с работы и решила испечь блины. Если честно, ну, давно я не пекла блинов. Слышите, жужжит? Это у нас газоны косят. У нас ТЦЖ. Обязательно проверяют, чтобы газон был подстрижен прям вот. Молиметр в молиметр, как говорится. За этим всем следят. За клумбами, за газонами. И я вот пришла, допустим, сейчас 4 часа даже с работы. До того, как люди придут все с работы, должно быть все подстрижено, чтобы вечером не жужжать, не ношать тишину. И еще у нас газоны рядом с детскими площадками, чтобы детишкам не мешать гулять. Здорово, да? Все придумано, продумано. А я решила сходить, посмотрела. У меня нет муки. Ну, есть, но чуть-чуть. Нет молока. И я хочу сделать новенький такой рецептик. Возможно, кто-то его знает. Блины с кабачком. Были у нас ладзи с кабачком. Были у нас блины с картофелем. А теперь я хочу блины с кабачком. Но если есть кабачки, такие, как мне нужны, то обязательно куплю. И сейчас вместе с вами пожарим. Александра придет, уже все будет готово. Ну и, конечно же, накормлю сынулю. Так, что я купила, девочки? Я не смогла обойтись только одним молоком и сметаной. И кабачком. Я купила кабачок все же. Вы знаете, не знаю, как по качеству кабачок. Маленьких уже не было. Я не знаю, сейчас есть они маленькие или нет. Такие вот малышки. Ну и взяла вот такой вот. Я его почищу. И посмотрю, как он будет. Взяла вилку. Обычно беру макфу или казахский, в казахских товарах и покупаю муку. Но мне туда не хотелось идти. И я взяла сразу в магните все. Так, кабачок, мука, вилка. Здесь даже с обратной... Вот я никогда вилку-то, в принципе, не брала. С обратной стороны есть рецепт. Рецепт выпекания хлеба, блинов на молоке, шарлотку и пельменное тесто. Молодым хозяйкам на заметку. Затем взяла... А, мука у нас 99 рублей. Кабачки у нас по 25 рублей. Виноград 119 рублей. Вот такой вот. Он, видите, осыпается. Вот так вот он хорошенький. Но ничего страшного, что осыпается. Помидоры взяла, как обычно, желтые. Желтые помидоры подорожали, девочки. Стали вместо 60 рублей. Сейчас они стали 90 рублей. Ну, в принципе, ничего страшного. Нужно покупать то, что любишь. Ну, в разных пределах, конечно же. И я уже сейчас вот делаю обзор покупок. Я понимаю, что я забыла сметану. Александра любит блины со сметаной. И ничего тут не поделаешь. У нас есть и сгущенка, и варенье, и мед. Мед он очень любит. Да он и полезный. А вот со сметаной ни за что не расстанется. Ну, и в принципе, и правильно. Меня спрашивали, какие я блюда готовлю для мужчин. Любые мясные блюда. Готовлю пельмени. Готовлю манты. Но не всегда это все показываю. Почему? Потому что, сами понимаете, манты готовить долго. И показывать весь процесс у меня не кулинарный канал. Я показываю то, что я готовлю быстро, а то, что не быстро готовится. Я не устанавливаю камеру. Это нужно установить камеру, свет. Подготовить все. Это у меня займет тогда вместе со съемкой целый день. Это кулинарные каналы. Они живут только на доход с ютуба. А у меня еще плюс есть работа, увлечение и все остальное. Поэтому я сложные блюда не показываю. Но готовить умею и готовлю. Молока взяла. Это я отвечаю на вопрос сразу, чтобы потом в комментариях не звучали. Так, ну и молоко, короче, я взяла. Молоко взяла я 2,5. Потому что 3,5 был порван пакетик, и молоко потекло, и я не стала брать. Готовить я умею. Ну как же не умею? Ну какая взрослая, самоуважающая себя женщина не умеет готовить? Хотя я знаю одну. Но не буду говорить, кто это. Она меня смотрит. Это будет не культурно. Это будет некрасиво. Называть ее. Хотя она пишет гадости мне. Но это бог с ней, господи. Так, ладно. Я сейчас... Все, по-моему, все. Я сейчас все это уберу. Яблочки помою. Кстати, вот я о яблоках хотела сказать, девочки. Магниты, по-моему, есть в каждом городе. 66 рублей. Вот такие красивочие яблочки. Просто красивочие. 66 рублей. Это новый урожай. Имейте в виду. По вкусу не знаю. Потом вечером, может быть, помою. Буду кушать. Я имею в виду сейчас помою. А вечером буду кушать. И скажу вам, как на вкус. А сейчас я одеваюсь и в магазин Александру за сметаной. Девочки, забыла вообще. Почему забыла? Потому что встретила знакомую. Разговаривала. Ну и пока я с ней разговаривала, я еще вам снимала, что там есть. Что я хотела купить. И, конечно же, покупала... Ну, складывала в корзинку продукты. И мимо сметаны прошла благополучно. Но ничего страшного. У нас здесь очень... Прямо вот два шага. И у нас магазины. У нас гроздь, магнит, приватные магазины, продуктовые, обычные магазины, пятерка. У нас так райан наш устроен, что у нас тут пеший. Вот прямо, знаете, два шага и у нас различные магазины. Мы живем здесь как в раю. Если мне нужно в один магазин, я вот вышла из магазина и два шага попала в магнит. Если мне нужно, два шага я попала в гроздь. То же самое у нас прямо вот здесь. Ну, мне сегодня просто не хотелось. Три шага спуститься. И у нас там казахские товары. Продуктовый магазин. Просто приватные магазины. Мясной магазин. Очень удобно, конечно. Мы купили квартиру. Прям шик-блеск. У меня мама очень довольна, рада, что мы теперь все в одном городе. Если кто не знает, я рождена, была в городе Саратове. Всю жизнь здесь практически молодую прожила. Потом вышла замуж. И мы были вынуждены уехать по работе мужа. Ну и потом мы вернулись. В свои края, в свой Саратов. Как ты перенес вторую прививку? Да не то слово, как перенес. Никак не перенес. Еле выжил. Да. Ну, сделали прививку, все было нормально. Шесть часов нормально. Два часа мне сделали. Вот. Да. А часа в девять вечера стало очень плохо. Очень-очень плохо. В чем это выражалось? По-видимому, давление поднялось. Да. Потому что мне совсем было плохо. В глазах звездочки были. Короче, Александр трясло. Знаете, прям вот озноб был сильный. Ужасно просто. Его колотило. Зуб на зуб не попадало. Температура поднялась. Я пошла, померила быстренько ему. И, ну, тяжело, тяжело прям. Ломало, крутило. Два дня. Ну, на второй еще уже более-менее. А вот я еще ложились спать. Я говорю, Александр, вдруг тебе ночью будет плохо. Ты не терпи. Ты скажи, мы хоть скорую вызовем. А потом через два дня вроде пришел в норму и нормально. Но два дня был не по себе. Сильный озноб. Вообще сил не было. Очень. И давление. Сильное давление было. Ну, наверное, так у всех. Я не знаю, как то пережил. Ну, первая прививка, я вам рассказывал, вообще не почувствовал. Делали, не делали вообще. Но вторая прививка, доза была большая очень, мне кажется. Потому что первую, когда делали, она прям вколола. И туда практически ничего не преснуло. Не знаю, может так и должно быть. А вот вторая прививка, прям очень много туда прям в руку. Вводила, да? Долго и прям чувствовала, что туда жидкость входит. Ну, в принципе, на второй день уже было лучше ему. Ну, а потом совсем похорошела. Спасибо. Что мне для моих блинчиков, ну, блинов, нужно? Мука. Все на глаз. Сегодня без конкретных грамм. Мука. У меня два яйца. Затем чайная ложка. Соли. Соль у меня с приправами. Пользуюсь только такой. И две ложки сахара. Если вы хотите, можно одну ложку. У меня две. Все, теперь, да, все, теперь я это перемешиваю и добавляю сюда молоко. Перемешиваем. Можно миксером, можно вручную, можно вот таким вот венчиком. Кто, чем хочет, кто как любит. Перемешиваем хорошенечко. И если будет мало, допустим, у нас молока, можно добавить еще. Я буду венчиком все это взбивать. Теперь я добавляю натертые на терке кабачок наш. Вы видели, у меня один. Среднего размера. И перемешиваю. По моей консистенции, я хочу добавить еще, естественно, молока. У меня же блины, а не оладьи. И нужно размешать так, чтобы у нас не было комочков. Потому что блины с комочками, это, конечно, вообще не айс. Добавляю еще молока. Посуду грязную сразу же убираю. И размешиваю. Кабачки нужно натереть на терке, на мелкой. Чтобы консистенция наших кабачков хорошенечко размешалась в молоке, в муке, яйцах и приправах. Потому что крупно будет, ну, не очень удобно, не очень приятно кушать. И теперь вот так вот уже размешиваем. Давайте посмотрим. Я всегда определяю консистенцию именно половничкам своим. Половничкам у меня вот такой вот замечательный. Он от Тефали. Блинец от Тефали у меня. И я вот так вот им посматриваю как. Да, отлично. Мне кажется, чтобы жидкие блины с кабачком не были. И так же гуще, мне кажется, совершенно не нужно. Это блины с хитринкой. С хитростью. Потому что у меня мужчины не очень любят овощи тушеные. Но кабачки-то нужно, чтобы кушали. Я или делаю оладьи из кабачков, любят. Или вот блины с кабачками. Вроде бы блины, но и там кабачок. Вот такая вот консистенция у нас получилась. Теперь жарим блины. Блины я буду смазывать каждый раз сливочным маслом. Потому что сухие блины у меня не любят. Дорогие мои зрительницы, блины я испекла. Сейчас накрою мужчинам блины со сметаной. Я не знаю, сын может быть будет с медом. Вот такая вот красота у меня получилась. Здесь у меня блины тоже. Если захотят, добавки. Очень нравится мне эта посуда от Лефарт. Пользоваться ей одно удовольствие. Кстати, виноград сладкий-сладкий. И яблоки сочные, сладкие. Я вам обещала рассказать, как на вкус. Так как я поужинала со своей семьёй. Они стали чай вот пить со сметаной, хотела сказать. С блинами. А я яблоко съела. Сочные, вкусные, классные яблоки. Завтра зайду, ещё куплю. Потому что я просто обожаю яблоки. Всем, мои дорогие зрительницы, приятного аппетита, чая и пития. Завтра, капец, ужин всё равно. Завтра встретимся вновь. Спасибо вам за общение. Субтитры подогнал «Симон»